В минувшие выходные даугавпилские волейболисты начали новый сезон Балтийской лиги на своей площадке. Им предстояло сыграть два матча против соперников из Эстонии – Раквара и Биг Банг Тарту. К огорчению наших болельщиков, обе встречи игроки даугавпил с университата проиграли. В первый день команда потерпела поражение от Раквара 2-3. Выиграв первые два сета, в дальнейшем волейболисты ДУ проиграли три партии. Но все же одно очко команда записала на свой счет. Лучшим игроком в этом матче стал Эрик Воронько, который набрал 20 баллов. На следующий день была не менее упорная борьба с Биг Банг Тарту. Однако исход встречи удалось решить в четырех сетах. Лишь вторую партию смогли выиграть волейболисты Даугавпил с университата. И в этой игре вновь отличился Воронько, набравший на сей раз 14 очков. В этом сезоне в Балтийской лиге играют 14 команд. И после первых встреч лидером турнирной таблицы является Фламинго Волей. На вторых позициях расположился Селвер Таллин, на третий Биг Банг Тарту. Далее следуют Ека Пел Суши, Пиарну, Биалар Селгова, Кулдейга, Полиорс Озол Неки, Ракверы, РТУ Робыш Сардзе, ДУ, Элго Мастер Идея, ТТУ и замыкают турнирную таблицу Ярвама. Следующую игру наша команда проведет 29 октября на выезде против Селвер Таллин. А увидеть домашний матч Даугавпилские болельщики смогут лишь 12 ноября. ДУ сыграет с Биалар Селгова. Подходит к завершению очередной сезон Латвийской высшей лиги по футболу. В воскресенье 16 октября городская команда БФЦ Даугавпилс сыграла против неоднократного чемпиона страны команды Венспилс. Ворота гостей с Курзома так и остались нераспечатанными, зато наши футболисты пропустили 4 мяча. Один из них был забит с пенальти Герцем Карлсоном. Кстати, в этом матче ведущий нападающий Венспилса оформил дубль и лишь закрепился на позиции лучшего форварда высшей лиги. Что ж, нужно отметить, что эта игра для Даугавпилса уже ничего не решает. В 25 матчах наша команда набрала лишь 11 очков и прочно закрепилась на позиции аутсайдера. Таким образом, БФЦ вылетает из высшей лиги и в новом сезоне будет играть в первой. А за чемпионство борьба продолжается. На этот титул претендуют два клуба – Венспилс и Спартак. И кто из них окажется чемпионом, мы узнаем совсем скоро, когда в начале ноября завершится сезон высшей лиги. В выходные в городском Ледовом дворце прошли две игры чемпионата Латвии по хоккею в разных возрастных группах. 15 октября воспитанники Алексея Биханова Ю-14 сыграли с Сагой 0-4. В напряженной встрече наша команда уступила сопернику, но лишь в серии после матчевых буллитов. Основное время завершилось при счете 5-5. При этом нужно сказать, что довольно долгое время преимущество было у Даугавпилчан. Однако уже во второй 20-ти минутке гости вырвались вперед. Затем снова Даугавпилс уходит вперед, но за пару минут до завершения основного времени подопечные Ральфа Вукарта смогли сравнять счет. В пробивании буллитов более успешными оказались игроки Саги. На данный момент в чемпионате Латвии в возрастной группе Ю-14 наша команда занимает лишь 15-е место из 18-ти, а лидирует Динамо-03. На следующий день на Даугавпилском льду встретились воспитанники Юрия Агурекина и игроки Лепые. И в этом матче латвийского первенства в группе Ю-16 победу одержали хозяева площадки. Уже в первом периоде наши хоккеисты забросили три шайбы, гостя ответили только одной. Во втором периоде местные ребята закрепили результат, однако в заключительные 20-ти минутки лепаячане едва не сравняли счет. Итог победы Даугавпилской команды со счетом 6-5. На данный момент в турнирной таблице лидируют воспитанники нашей спортивной школы. На два очка меньше у Риги 2002. Третье место занимает Ака. Замыкает турнирную таблицу женская сборная. Следующую игру Даугавпилские хоккеисты проведут на своей площадке 23 октября. Противостоять подопечным Юрия Гурейкина будут хоккеисты призмы пар долговым.